В основном, да? Ну, такие самые дисциплинарные люди. Военные. Поехали, на ходу что-нибудь придумаем. Роман Бухтинович, что для вас лично Украина? Ну, без ложного ПАФС, это моя родина, я все-таки 40 лет из 63 нахожусь в Украине. И вполне ощущаю себя гражданином Украины. Еще больше хочу быть гражданином той Украины, о которой, упоминая где-либо, все говорят оооо. То есть, гордиться в другом понимании. Какой Украина должна быть в будущем, чтобы она была и просветающей, и граждане ее гордились, и она имела авторитет на внешний уровень? Ну, знаете, спрашивая у меня и таких, как я, такие вопросы, вы ставите нас в положение дилетанта. То есть, что мне сказать? Конечно, у меня есть мысли, да, но застольные, приятельские, разговорные. Но выходя в телевизор, в газету, это несколько усложняет. Но если попробовать, я думаю, что для процветания не только Украины, а любой другой страны, есть несколько вещей. Соблюдение, это право, свобода и качество жизни. Вот как этого добиться, каким образом? И несмотря на то, что я очень пророссийский человек вообще-то. Ну, я вырос на русском языке и так далее. Я ничего не имею против России. Очень много имею против ее, как всегда, правительства. Как и всякий интеллигентный человек, да? Но я все-таки склоняюсь к тому, что Украина должна предпочесть европейский путь на самом деле. Чем больше мы будем зависимы в чем, не важно в чем, от России, тем дольше эта дорога в цивилизацию, я бы сказал. Единственное, я бы не хотел, чтобы терялись культурные связи с Россией, потому что этого нарушать нельзя. Здесь очень все тесно и давно сведено. А так, да, я вот, мои друзья в России обижаются. Нет, я считаю, да, мне хочется, чтобы мои дети и мои внуки жили в цивилизованной стране с европейским укладом жизни. А чтобы это случилось побыстрее, надо принять, да, вариант европейский, абсолютно сознательный. Скажите, а вот нынешние выборы, выбор между Януковичем и Ющенко, очень многие люди говорят, что это выборы между, скажем так, постсоветской символикой и между европейской символикой. Или там между какими-то европейскими ценностями и ценностями, которые более такие патроналистские, традиционные. Вот, по вашему мнению, вот нынешние выборы, это что это? Я думаю, что нынешние выборы, скорее всего, означают другое. Возможность, второй вариант, скажем, возможности Ющенко или тех, кто за ним стоит и кто за ним голосует, да, это все-таки попытка вырваться из-под понятия старшего брата, из-под опасения, что, как случалось в украинской истории, что может опять не войти в Российскую империю положено. Это все, скорее всего, из-за этого. Не потому, что против России или что. Нет, а просто боясь снова оказаться не там, где народ хотел бы. Вот и все. А свобода для нынешнего украинца, как она должна, что может сделать, чтобы, скажем так, общество сейчас, чтобы все-таки завоевать свободу, поскольку сейчас все-таки мы более-менее постоянно находимся в авторитарном прошлом и в последнем. Ну, это долгий путь, это ментальность надо менять. Может быть, нам бы следовало уйти из какой-то трехсотлетней вторичности. Знаете, мы как-то вторично, мы все время киваем там или на Россию, или на кого-то, мол, если бы не эти, мы бы были лучше. Есть масса людей в Украине, которые себя чувствуют не вторичными, надо, чтобы это число увеличивалось. И это надо из себя, как у Чехова, выжимать этого раба, понимаете? Это никто не... Это качество жизни может только изменить такой вопрос. Я еще раз говорю. Кто-то вчера в телевизоре умно сказал, что вообще, если Украина пойдет европейским путем, да, больше европейским путем, да, оставаясь в добрососедских, взаимоинтересных отношениях с Россией. Так вот, если она пойдет европейским путем, то очень много россиян переедут жить, или захотят переехать жить в Украине, потому что Украина создана для жизни, да? Россия создана для работы, для какого-то масштабной деятельности, понимаете? А тот, как мне спрашивают, почему вы в Киеве, почему вы не... Самый уютный город мира, он создан для жизни. И он очень отвечает Украине, ее земле, ее воздуху, понимаете, ландшафт. Поэтому я, походу, забываю вопросы, поэтому запутываюсь. Вот вы сказали о европейском выборе и о том, что должны быть какие-то выборы, чтобы Украина не была вторичной. Вот новая украинская культура, какой она должна быть? Ну, даже вот хотя бы на примере кино, вот новое украинское кино, вот каким оно должно быть, чтобы быть признанным или, в всяком случае, хотя бы востребованным самими украинскими? Насколько и голливудские фильмы на первом месте, во втором, а российские фильмы по посещаемости кинотеатра? Вы знаете, это во всем мире. Во всем мире 80% голливудских фильмов, и на улицах афиш 80%. Это мы и так говорим, я полагаю, что нас заполонила Америка. Она заполонила все. Почему я все время говорю о европейском пути? Я очень боюсь американского пути. Не потому что я не люблю Америку, я к ней равнодушен. Потому что страна, которая войны ведет вне своей территории, не та страна, которая себя защищает просто. Защищается капитал, защищается интерес и другого рода. Для меня неприемлемо. Поэтому, еще раз вопрос. Новая пенсовая культура, какое она должна стать? Она будет связана с теми вопросами, что я говорю. Если точности, как хотя бы в какой-нибудь хилом западной, в хилой западной стране будут соблюдаться три понятия, права человека в полном объеме, вопрос свободы и качества жизни, ничего другого нет. Европейский путь – это бытовая цивилизация. Не надо думать, что там уж там… В этом смысле мне культура России, ее ментальность в этом смысле гораздо ближе и интереснее, чем западная. Но для того, чтобы мы так изменились, я не знаю, что нужно. Я думаю, что должно пройти лет 20. Придти другие люди, другие ребята. Я думаю, что беда разделения так называемого народа началась с момента 1991-1992, когда Руха заговорила о языке очень конкретно, резко. Это была ошибка. Не надо было на этой стадии этим заниматься. Я лично предлагал одному депутату, у меня есть другой вариант. Ребята, конечно, в отличие от многих надсменов, скажем, я считаю, что действительно только один язык должен быть, украинский. Но другим путем. Я в 1992-м предлагал, я говорю, объявите, что через 7 лет все первые классы будут только в украинской школе. Вообще только по-украински. Значит, дано 7 лет деду какому-то, отцу какому-то, роженицу какой-то. Через 7 лет любой, даже идиот какой-нибудь, не знаю, почему ты ничего не признаешь, у него есть ли? Государство дало шанс. Через 7 лет. Это еще и подготовка учителей, правильно? Переориентация. Если бы это было, то, что, если бы меня послушались, да, все было бы гораздо по-другому, и другие люди, может быть, были бы. А главное, что уже 5 лет были бы дети, великолепно говорящие на украинском языке. Заставлять сейчас моего возраста людей и так далее, но трудно, трудно, трудно. Мы уйдем, какими есть, но важно те, кто придут. Так я вам отдал перспективу. Надо уметь обозначить. Вот я обозначил, да, в 92-м году перспективу. Но тот, кому я говорю, нет, почему не завтра? Ну вот ты и получил завтра. Прошло 15 лет. И все на том же месте, понимаете? Поэтому, может, не те занимались этим, не слушали тех, а слушались других. Я уверен, что вопрос культура проявляется. Культура, она есть даже в самое плохое время. То есть, только ее не видно. Знаете, художественная самодеятельность есть? Есть. Значит, дети ходят в кружки художественной самодеятельности. Мне этого достаточно. Потому что я думаю о них. А мы хотим и о себе. Хочется и при себе. И при своей жизни. Чтобы деревья уже были самыми большими, ты бы в их тени отдыхал. Поэтому у меня в этом смысле оптимизм, но на многие годы длящийся. И, может быть, это будет поколение, которым нынче лет 15. И лет через 10 может случиться это. А чем вы считаете, украинцы отличаются от россиян? Кучма же даже вышла книга недавно «Украина не Россия». Но вот если так брать по большому счету, чем украинцы, почему украинцы не россияне? И наоборот, почему россияне? Я думаю, что уклад жизни настоящего украинца просто отличается. Не обижая ни тех, ни других. Дом украинского крестьянина даже в самые бедные годы выглядел несколько иначе. Ухоженно как-то, хозяйственно. Домик, изба русского крестьянина я много снимал в России, в сёлах. Она неухоженная, это не есть главное. При этом оправдываясь, что мысли о Боге гораздо важнее. Я думаю, украинский крестьянин более прагматичен, хозяйственен и инициативен. И предприимчивее, может быть, даже. То есть он ближе к земле. В лучшем и в самом худшем смысле этого слова. Вот сейчас постоянно говорят о том, что нынешние выборы могут быть спальсифицированы. И тогда, если люди могут выйти на улицу, и вследствие этого может возникнуть столкновение или правополитие со самых лучших вариантов. Как Вы считаете, что нужно, чтобы избежать этого сценария? Или возможно ли избежать того, что... Насильственные действия со стороны властей могут оказаться только в одном варианте. В создании провокативного момента. И с той стороны, и с другого. Безусловно, есть экстремалы людей и в оппозиции, которые могут кого-то заставить что-то кричать, или кого-то ударить, и так далее, и так далее. И пошло потеха. Знаете, там... А зная, что такое возможно, и вдруг его не получают, может и власть такое придумать. Почему нет? Не первый раз. И не только в Украине это пробовалось. Поэтому вот как уберечь себя от провокаций с одной и с другой стороны? Каждая из сторон должна думать. Если они хотят думать об Украине, а не о чем-то другом. Если мы хотим прийти к другой Украине мирным, замечательным, бархатным, или каштановым, или розовым путем, понимаете? Но это очень трудно проследить. Поэтому тут гадания бесполезные. Вот как будет, так и будет. Важно, что потом будет, а не что будет вообще там 21-го. Важно, что будет 23-го, 24-го. Правильно? Я думаю, что не будет. Я понимаю, к чему идет вопрос. Есть что терять, есть что приобретать. Но лучше об этом не думать. Вот это самый нехороший вопрос, понимаете, поставленный. Когда так ставишь, уже напряг в каких-то мозгах начинает работать. Я против таких мыслей. Я думаю, что Украина по своему расположению, по ментальности, действительно скорее может достигнуть европейского уровня, ну приблизиться к европейскому уровню жизни. Потому что Россия слишком велика. Там еще надо решать этот вопрос. Слишком многонационально, слишком непредсказуемы некоторые вопросы. В Украине есть такие вопросы, но гораздо меньше, слава Богу. Я думаю, что я бы хотел, чтобы и в России это случилось. Один умный вчера в телевизоре сказал, что если у нас будет хорошо, уверяю вас, что это хорошее, может пойти туда. Какой-то россиянин может послушать и сказать, а что это они себя, почему это все такое. Ну мы говорим за себя. Я никогда не голосую против кого-то. Это очень легкая вещь. Это как в школе, подговорить пацану, что-то. Я всегда говорю, за кого-то. Вот это, да. Поэтому я собираюсь естественно голосовать за Ющенко. Не потому что я против Януковича. Нет, я Ющенко вижу, но в телевизоре лет 10. Мне очень симпатичен. Я никогда не меняю свои взгляды. Вот и все. А так, чтобы заставить сказать, что против кого, вы против Януковича. Да мне это неинтересная тема. Потому что, говоря за Ющенко, я знаю, почему я говорю, за. Но тут же человек ставит вопрос, речь, значит, вы против Януковича. Мне неинтересна эта тема. Так нельзя ставить вопрос. Так мы к хорошему не придем. То есть так, как люди думают, ну хорошо, победит тот или другой. А что будет вообще? Кто с кем будет определяться? Знаете, да ничего не будет. Мир не даст уже этому, чтобы случилось. Понимаете? У меня есть надежда, что я буду спокойно за своих детей и за своего внука.